Вы ее не заставляли. Помните, как Азербайджан в 10-15 раз поднял стоимость ренты в Габале? Россия была готова платить и эту цену, но Азербайджан попросил удалиться. Почему вы думаете, что если сказать уходи, то мы станем врагом для России? Ту же Россию прогнали из Азербайджана. Как же так получилось? Сейчас у России с ним лучше отношения, чем с нами. Ее просто с позором выгнали. Обратите внимание. Значит, отношения основываются не на эмоциях, а базируются на разных интересах. Сегодня в интересах Москвы быть в хороших отношениях с Баку и Анкарой, что она и делает. В Турции убили российского посла. Мы видели, каким позорным образом его убили. Сбили воздушное судно. Сбили спасательный вертолет, направленный на поиски бомбардировщика. Убили спасающегося пилота вертолета. Что в итоге? Ввели санкции на помидоры, заявив, ваши помидоры нам не нужны. Сроком на полгода. Вот на что реально способна Россия. И вы надеетесь, что такая Россия спасет нас от Турции? Весь Южный военный округ России в разы слабее турецкой армии. Даже если она захочет, не сможет нас защитить. Не только база в Гимри не сможет нас защитить, но и весь Южный военный округ. К слову, данный вопрос обсуждался во время 44-дневной войны. И российский генштаб выступил с однозначной позицией. Не вмешиваться в войну. Иначе турецкая армия разгромит российскую. Турецкий флот в Черном море в 11 раз сильнее российского Черноморского флота. Не путайте со всей армией. У России есть мощный флот в Северном Ледовитом океане и в Тихом океане. Но к нам это не имеет никакого отношения. Здесь, на южном направлении, есть один Южный военный округ, который едва кое-как удерживает Чечню, давая ей взятки. Мы помним, что вплоть до сегодняшнего дня Россия платит Чеченской республике контрибуцию. Давайте не будем забывать это. Контрибуцию. Потому что потерпела поражение и платит контрибуцию в виде дотаций. Если Россия не по силам одержать верх над Чечнёй, вы думаете, она может победить Турцию? Ты попсяч меня ты обманешь на Турции, а я говорю. Продолжение следует...